Добрый день, наши уважаемые зрители! Сегодня в нашей студии находятся гости наши Юля, приехавшая со всей своей семьей Швеции. Приехала она к нам второй раз уже. И вот Юлечка по этому поводу тогда такой вопрос. Некоторое время тому назад вы знакомились с Давидом, начали дистанционное лечение. Были у нас здесь сколько времени тому назад? В марте мы были. И приехали второй раз. И мне интересно вот все-таки результаты. Что вы видите у ребенка? Маша, девочка, напомню. Вот какие результаты? Как прожили вот этот период? И почему приехали второй раз? Тут, наверное, тогда стоит разделить на три этапа. До первого раза, после нашего лечения, да? И сейчас, что у нас есть, да? Ну, то есть, что у нас, какие у нас улучшения были после первого раза. Ну, во-первых, она у нас начала выходить из этой оболочки, да? То есть, она стала контактная с нами и вообще с окружающими. Истерики у нас. Давайте напомним тогда очень кратенько, что было, чтобы начать. Ну, тогда, ну, тут соответственно уже, да, что она была очень истеричная, она была. Прям очень сильно истеричная проблема с этим. Да много чего было, на самом деле, проблема. Просто тут такой момент, что очень много чего забывается. Оно все идет так потихонечку-потихонечку, да? И проблемы, какие были, очень многие уходят. Потом раз, ага, вспоминаю, что тут-то было, это и это. Ну, наверное, и забывается... Ну, на самом деле, ребенок стал другим, абсолютно. Ребенок стал другим после лечения. Это точно. После лечения очного и после лечения дистанционного. Ну, прежде всего, после очного лечения. Прежде всего, после... Самый большой результат. Да, самый большой результат. Сейчас мы приехали во второй раз, мы и планировали изначально приехать во второй раз. Тут много аспектов, почему мы приехали. Во-первых, она у нас нелегкая. Во-вторых, чтобы хотя бы даже знать, как процессы идут. И я поняла, что абсолютно не зря приехала. То есть, как мне ЕСЭПа сказала, что еще есть, какие проблемы. И какие они пошли сейчас, в ход запущенный. Поэтому сейчас пока у нас немножко другой период идет, с которым она тоже борется, наша наша. Ну, действительно, ситуация была достаточно тяжелая. И этот процесс не может проходить быстро. Потому что организм не по мгновению волшебной палочки не может восстановиться. Поэтому все идет, как говорится, плавным своим чередом. Юль, у меня вот такой вопрос достаточно деликатный, скажем так. Вот вы начали, ну сколько, где-то года полтора там у нас задали лечение дистанционное с Давидом. И вот даже где-то так задают такие вопросы, где-то вот не очень верится, особенно тем, кто недавно познакомился с нами, познакомился с Давидом. Скажи, пожалуйста, сколько стоило дистанционное лечение? Нет, ну это знают все, кто проходит дистанционное лечение, но абсолютно бесплатно. Для всех, без исключения, кто его проходит. И еще такой момент. Это, наверное, у нас людей шокирует зачастую. Ну, это, скажем так, наверное, непривычно. Шокирует, не шокирует, но непривычно. И еще один момент, который мы как-то вот не освещали обычно в своих... Я должен дополнительно спросить, а известно ли тебе о том, сколько платили другие люди, которые получали дистанционное лечение? Ты со многими очень знакома. Ну, все бесплатно. Насколько? Я ничего другого не слышала вообще. Все бесплатно проходят его. Это мне известно. Это воспринимается нормально. Ну, да, потому что... Другого никогда не было. Да, да. Ну, на самом деле, я тут хотела тоже рассказать. А результаты от бесплатного есть? Ну, конечно, конечно, естественно. Ну, наверное, он был бы тоже... Вы приехали, потому что были результаты от бесплатного курса лечения? Ну, и тут вообще такой... Я даже не знаю, как на этот вопрос ответить, честно говоря. Мы приехали, потому что мы верили, что это нам поможет. Вот, прежде всего. Вот мы поэтому приехали. И уже результаты. Да, я приехала, потому что я разговаривала с другими мамами, кто был. Мы поэтому приехали. Вот. И во второй раз мы точно так, конечно, мы хотим большего результата, да, для нашего ребенка. И во второй раз мы тоже приехали, потому что мы хотим еще сильнее результата, чтобы она лучше была. Я даже помню, как ты сказала, многое забывается с течением времени. Да, да. Вы приехали, например, не только потому что была надежда, а в смысле верили, а потому что уже были результаты. Второй раз? И ты делала... Нет, первый раз. А, да, да. Ты же делала в виде отчета помощь. Конечно, конечно, да. До того, как приехала. Да. Потом какие улучшения происходят. Ну, соответственно. То есть забывается с течением времени. Ну, потому что все проходит очень плавно, на самом деле. Все очень плавно проходит. И так мы к этому нормально относились. Все-таки вернусь к тому, что я хотел спросить, как вы меня не уводите, я не забуду. Значит, Юль, вопрос вот какой. И мы как-то вот это не, ну, как бы даже не обсуждаем и не говорим об этом. Но вот дистанционные сеансы дистанционными сеансами, как бы это с этим мы вот разобрались. А вот ситуация такая. Помимо сеансов в процессе работы, в процессе общения с ребенком, в процессе воспитания возникают масса вопросов, масса проблем. И каждый раз с этими проблемами вы обращаетесь к Давиду, ну, ко мне, если это касается, там, скажем, здоровья. И вот меня такой вопрос интересует. Сколько стоят вот такие обращения? Есть ли какие-то выделенные часы приема, там, да, вот обращайтесь там с такого-то по такой-то? Или это как-то по-другому выглядит? Не, ну, абсолютно по-другому. Вот расскажи, потому что мы об этом не говорили никогда, а ведь это, ну, скажем так, наверное, имеет большое значение для семьи, для мам. Сейчас я расскажу. Значит, во-первых, когда меня припечет очень сильно, да, я начинаю доставать всех. Я начинаю, значит, звонить Давиду, Аркадию и Юсефе. Вот, сразу же всем, по всем фронтам. Никто ни разу мне никакого счета не выставил. И все всегда, и никому не выставляют. Все всегда откликаются, пишут. Я вам, Аркадий, писала и в 12 ночи, наверное. Ну, да. Вот, и, то есть, всегда это все происходит, все, ну, абсолютно бесплатно. И для всех. Не то, что это какие-то исключения есть. Это происходит для всех. Ну, по крайней мере, я не слышала ни одного такого человека, который бы сказал, чтобы с меня что-то взяли. Ну, и вот такое, ну, как бы продолжение этого разговора. Скажите мне, пожалуйста, ощутима ли для вас, для родителей, для семьи, ощутима ли, значима ли вот такая поддержка, которую, в принципе, вы, еще раз подчеркиваю, потому что этот вопрос как-то вот возникает, который вы бесплатно в любое время суток, независимо от, как говорится, да, дня недели. Ну, даже если есть, скажем, да, святая суббота, когда мне отвечает Давид, отвечаю я всегда, вот, потому что, ну, должно быть дежурная служба, так скажем, у нас. Вот, вот, ощутима ли она, вот эта вот поддержка для вас, вот, дома, как вот, как семья, как для ребенка. Понимаете ли вы, что у вас есть, ну, скажем, место, куда вы можете всегда обратиться, ну, практически по любому вопросу, касаемо здоровья ребенка. Ну, конечно, естественно, это сто процентов, то есть мы бы не писали бы тогда, если бы не ощущали бы эту поддержку, правильно? То есть она, это, это вам нужно? Да, естественно, пишем, ну, естественно, конечно, это нужно и необходимо, потому что порой такие вопросы возникают, что ты просто не знаешь, куда обратиться, да, и я, ну, я имею в виду, если бы вас не было, вот, а тут можно в любой момент написать, и все будет понятно и ясно. Ну, и тогда мы вернемся, наверное, вернемся к ситуации, когда, когда вот вы были первый раз, вот как вы прожили, вот это получилось, сколько здесь, полгода, да, чуть больше? Да, как вы прожили эти полгода, какие результаты, работали ли вы, занимались ли вы с Машей, как это продвигалось, и вот, как бы, вторая часть этого вопроса, что вы вот за достаточно короткое время, вы второй раз здесь, что произошло во время вашего второго приезда, как это выглядело, как, какие результаты самые главные, наверное, всех интересуют? Ну, смотрите, во-первых, вот, что мне на ум приходит, да, изменилось, вообще мы сами изменились после первого раза, потому что в семье с таким ребенком, ну, по крайней мере, я слышу часто это, я думаю, это не будет какой-то новостью, часто такая, немножко накаленная часто обстановка, да, родители нервные и так далее, мы стали... Ну, это тяжело, это понятно, что... Да, это тяжело, мы стали ко всему относиться намного проще с мужем, соответственно, и наши отношения тоже изменились в лучшую сторону, да, я не хочу сказать, что они у нас были плохие прям, но это сейчас, это у нас после... Поездка нас всегда очень сплотила, вот, это важно, мне кажется. Дальше, ребенок, она изменилась, то есть у нас еще есть куча проблем до сих пор, да, это надо признать, но ребенок стал абсолютно другим. И это заметили и в садике у нас, и мы сами это замечаем, что она выходит, я вот уже говорила об этом, для меня очень важно было, чтобы она увидела вроде вокруг себя, что есть не только этот ее мирок, а есть еще вокруг много чего интересного, да. Вот, потом, плюс наши истерики, у нас это, нам было очень тяжело с этим жить, они у нас не совсем исчезли, но практически. Бывали периоды, когда они у нас были, и я сейчас уже знаю, почему они были второй раз, после второго раза, вот, то есть она стала, конечно, другая. Вот, работаем, конечно, да, мы с ней работаем, занимаемся. Дальше, тоже, опять такой момент, что до поездки с ней было заниматься практически невозможно. Вот, сейчас она идет на контакт, она занимается, это не всегда прям очень с большим желанием, но... Ну, давайте мы не будем каждый раз как-то вот уходить в момент, что на самом деле это же ребенок со всеми его, вот, детскими проявлениями. Да, мы хотим работать, когда не хотим, вот. Значит, третий раз сейчас мы приехали, как я уже сказала, то есть я абсолютно не пожалела, потому что я хотя бы узнала, что какие у нас процессы, как у нас дела вообще обстоят, что мы не можем, я сама не могу залезти ее в мозг. И немножко сейчас, конечно, для нас сложный период у нее, на самом деле, потому что пока она, ну, должна справиться с этим ростом, который у нее сейчас происходит. Вот, поэтому о результатах каких-то именно конкретных, ну, я, наверное, запишу видео потом отдельно, да? Что у нас, потому что сейчас у нее активный идет... Вопрос о результатах. То есть после второго лечения, я имею в виду. Когда вы приехали, у девушки была мозолистая рука? Нет. Первый раз? У нее была корка вот тут, да. Да, да, это имею в виду. Да, да. Расскажи, от чего и было ли это? Ну, этого не очень хочется, на самом деле, всего на своего ребенка наговаривать очень сильно, да, потому что я сказала, что она, ну, нелегкая у нас, да. То есть она себе кусала руки очень сильно, у нее была прямо она синяя рука, а сейчас у нее руки чистенькие. Вот, и дай бог будут продолжаться. Да, я не знаю, но... То есть ее насилие в отношении к самой себе и другим прекратилось? Да, да, да. Но я опять же говорю, что вот во второй раз у нас немножко другие процессы идут, вот, поэтому немножко сложные, вот. Поэтому, ну, тоже опять пошли такие немножко поведенческие проблемы, но это все уйдет. Ну, надо забывать момент такой, что, во-первых, она растет. Во-вторых, когда она, как говорится, вот ты сказала, да, раскрылся другой мир, контакт появился. Сейчас я попробую сформулировать. Вот, Давид меня поправит, там, за кадром, если что-то я упущу. Ну, и, соответственно, ты, как бы, контролируешь, правильно ли я мысль. Дело все в том, что если раньше проблема заключалась вот только вот она и, как бы, вот центр вселенной. То есть сейчас она, поскольку мир для нее открылся, и она столкнулась с какими-то окружающими ее вещами, которым нужно привыкнуть, с которыми нужно как-то уживаться. И это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, немножко пугает ее. Поэтому и возникают другие проблемы, потому что изменилась ситуация. Ведь, смотрите, мы возьмем, ну, скажем, обычного здорового нормального ребенка, который сидел дома, которого дома воспитывали, которому, как бы, вот ничего другого в миру не представлялось. И вот его отправляют, допустим, в детский сад. Естественно, для него это новое, для него это стресс. Он как-то реагирует. Но это не значит, что он какой-то такой, вот не такой. Это нормальная реакция ребенка по отношению к окружающей среде, к которой он должен привыкнуть. То же самое, видимо, происходит сейчас с Машей. Поэтому проблемы изменились. И, соответственно, это, в принципе, это нормально. Это нормальный путь, который... Нужно пережить. Который нужно пережить и с которым нужно как-то вот даже не то, что справиться, а которым нужно просто ей помочь. И вот меня интересует вследствие этого такой вопрос. Получили ли вы здесь, ну, как бы, наверное, так правильно сказать, программу дальнейшего действия? Ну, это... Вот, что делать с Машей дальше? То есть, как бы, вот первый раз это было что-то одно. Сейчас процессы изменили. Соответственно, вам нужно понять, что делать дальше. Вот, получили ли вы это здесь в этот раз? А тут такой момент. На самом деле, когда проходишь лечение, да, в принципе, каждый день ты получаешь эту какую-то информацию. То есть, как у вас, Аркадий, да, как у ИСФ, с Давидом разговариваем. Потому что и вот мы проходим, и каждый раз ты это получаешь и понимаешь, как тебе двигаться дальше. То есть, сто процентов. И вот, наверное, мы сделаем... То есть, если я ответила на вопрос. Да, пока. Но я продолжу после перерыва. Сейчас мы уходим на паузу, передохнем. И после перерыва мы вернемся и продолжим наш разговор. И появятся новые вопросы, исходя из того, что вы уже сказали.